Беларусь и Россия делают дальнейшие шаги по интеграционному сближению, вырабатывая антисанкционную тактику. А тем временем бумеранг запретов сильнее бьет по европейцам. Один из примеров Польши. Она вошла в первые строчки по уровню инфляции. Чем еще была наполнена информационная картина этой недели, расскажет Юлия Алферова. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В экономике такой прогноз Александр Лукашенко озвучил во время переговоров с российским коллегой. Интеграционное сотрудничество показывает хорошие темпы, выполнено около 80% задач, поставленных перед правительствами. Пытались нас крепко наклонить, ничего не получилось. Наоборот, как-то мобилизовались даже неожиданно. Я знаю для вас, и я не ожидал, что мы можем выстояться. С учетом недавнего визита на космодром Восточный Ким Чен Ына, президент Беларуси предложил сотрудничество на троих. Компетенции белорусов могут оказаться кстати. Запад же встречу лидеров России и КНДР интерпретировал выгодной для себя плоскости. Мол, Россия просит корейских добровольцев для участия в СВО. Очередной фейк, что же касается угроз, их создают западные правящие элиты, которые и запретили Зеленскому вести мирные переговоры. Это опасное заявление с их стороны, потому что они спят и видят там свои регулярные воинские части. Польша уже сформирована у границы, вы об этом тоже говорили. Воинские части сформированы, готовы зайти в Украину. Свой глаз надо посмотреть и там поискать какое-нибудь бревно. Пока там создают шумиху, союзники идут четко по плану, а реализация 28 союзных программ дает нужный взаимный эффект. Межправительственные соглашения подписаны более чем с 70 российскими регионами. Беларусь активно наращивает свое присутствие и в дальневосточных регионах России. Значительная доля товара оборота с этим федеральным округом приходится на Приморский край. Перспективы гораздо шире, и это показал Восточный экономический форум. Общий интерес в кооперации с выходом и на международные рынки. Помимо инвестиционной части совместных проектов с Китайской народной республикой, когда мы, поставляя сырье из Беларуси, можем его перерабатывать здесь на месте и дальше экспортировать в Китай, либо сразу создавать совместное производство в Китае. Некоторые эксперты уже назвали экономические форумы в Владивостоке изоляции Запада среди участников 67 стран. Большой интерес площадка вызвала у бизнеса Азиатско-Тихоокеанского региона и глобального юга. В это время в западном мире о прогрессе в экономике даже говорить не приходится. Антироссийские санкции то и дело бьют по простым европейцам. Люди вынуждены экономить на идее отопления. В первых строчках ЕС по росту инфляции Польша госдолг страны за последний квартал вырос до 285 миллиардов. Это 38% от ВВП. У нас нет субсидий, мы должны платить за аренду, а счет за электричество вырос вдвое. Причины Польша уже привычно видят в соседях, выставляя очередной ультиматум еврочиновникам о продлении запрета поставки украинского зерна в Европу. Так поддерживают Украину, переобуваясь с завидной регулярностью. Два часа назад здесь прошел целый поезд с украинской кукурузой и мы ждем следующего. Мы своими глазами видим, как ПИС позволяет уничтожать наше сельское хозяйство. За два срока власти правящей партии право и справедливость так и не смогли выполнить обещанного, теряя доверие у поляков. В предвыборной гонке популистскими решениями сегодня лихорадочно пытаются наверстать, доказывая состоятельность. Ведь фактически проигрыш ПИС на предстоящих выборах означает потерю контроля США над Варшавой. И это единственная страна, где разрешено голосование из-за рубежа. По факту политику там определяют люди, которые бежали за лучшей жизнью. Этого пытались добиться и в Беларуси, и вовремя ограничили все внешнее влияние. До единого дня голосования будут решены и задачи в развитии Конституции. Следующий парламент, естественно, будет отличаться от нынешнего, потому что и задачи более глобальные, и ситуация непростая. Как повернется ситуация, многое зависит от стойкости белорусов. И большая патриотическая кампания, которая развернулась по всей стране в канун Дня народного единства, точно вселяет оптимизм. В Орши и Лиде акция «Беларусь-одинная» на неделе собрала белорусов на разговор о партийном строительстве и популяризации достижений. А это символы единства и участники патриотического марафона. Посещают памятные места, высаживают аллеи и собирают флаги районов воедино. Чтобы мы все объединились под символами нашей страны. Мы сохраним свою страну только тогда, когда мы будем вместе. В это время участники форума «17 грани единства» говорят о вызовах и угрозах политической стабильности сохранений правдивой информации о Белоруссии, которую то и дело пытаются исказить текущую, переписать былую. Как не допустить общую стратегию на неделе в Минске обсуждало и экспертное сообщество. Где-то напрямую фальсифицируют восприятие нашего прошлого, а где-то путем каких-то недоговорок, обмолвок. Как это пытаются сделать Польша, планируют выставить счет за нанесение ущерба Советским Союзом в годы войны. По аналогии того, что уже выставляли Германии. Похоже, так за счет алиментов польский режим планирует выживать дальше, а ведь и белорусам есть что ответить. Поляки били, я помню, клетками били. Вот раница, каждую раницу идут полициянцы. Служили за кусок хлеба. Ну то вот лезут, что войны лезут. Я снова хочу белорусам взробить пора. Уроки истории вынесены сполна. Строем независимость укрепляет традиции. Как это принято в Беларуси в праздники и в этом сентябре не обошлось без подарков нужных людям. В Могилеве на неделе открыли новую шестиполосную трассу, которая соединяет ряд жилых микрорайонов между собой. Разгрушенность дорог – это, наверное, первый фактор того, что мы будем успевать вовремя приезжать на свои рабочие места. Больше трудиться будем. Ну и благо для наших жителей города. Новые поликлиники заработали в Витебске и Минске и микрорайон «Сокол». В распоряжении медиков свежие кабинеты и современное оборудование. Пока в процветающей Британии медики, чтобы добиться внимания властей к условиям работы и оплаты труда, вынуждены выходить на улицы. Объединяясь разве что для проведения общенациональной забастовки. Вот такие контрасты. Это были итоги недели. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова